Здравствуйте! Пришло время русского мира. О событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Альбика Ильясова, в этом выпуске. Большое евразийское пространство. В Москве состоялась международная экспертная сессия, посвященная вопросам интеграционного диалога. В столице Нигеры открылся Центр русского языка и культуры. В 17 мгновений в Париже прошел показ фильмов-лауреатов Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Москве в стенах библиотеки иностранной литературы прошла работа международной экспертной сессии под названием «Большое евразийское партнерство». Участники обсудили вопросы развития, интеграции и гуманитарных коммуникаций. Подробнее далее. В центре редкой книги и коллекции «Вселенная Гутенберга» собрались ведущие научные сотрудники, доктора исторических наук, социологи и экономисты. Дистанционно к дискуссии подключились специалисты из других городов и стран. Эксперты определили контуры географического и геополитического пространства на территории Евразии, представив карту коммуникаций между государствами СНГ и Юго-Восточной Азии. Также в ходе дискуссии участники встречи оценили потенциал экономического взаимодействия этих стран с Россией. «Большое евразийское партнерство» — это инициатива, выдвинутая президентом России Владимиром Чемпутиным по стадии Федерального собрания 2015 года, которая была обозначена в целях формирования широкого интеграционного контура на Евразийском континенте. Причем после того, как президент обозначил этот концепт, он стал активно обсуждаться и уже через некоторое время был внесен в ряд важных программных концептуальных документов на уровне государства». Институт русского зарубежья и автономная некоммерческая организация «Про.Азия» выступили с инициативой проведения экспертной сессии, чтобы выработать практические подходы к сотрудничеству со странами СНГ, Юго-Восточной Азии и Китайской Народной Республикой. Взаимодействие с Большой Евразией является одним из приоритетных направлений международной деятельности во всех сферах — торгово-экономической, политической и культурной. «Для Библиотеки иностранной литературы является одним из приоритетных направлений работа со странами так называемой Большой Евразии, поиск общего культурного кода, общих ценностей, общих задач по укреплению фундаментальных человеческих ценностей, которые легли бы в основу диалога на новом уровне между нашими странами». Отдельно в ходе дискуссии эксперты представили опыт взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в экономической сфере, включая механизмы мягкой силы. После чего обсудили возможность его применения в продвижении экономических интересов страны в Юго-Восточной Азии и Китайской Народной Республике. Евгения Фахурдинова, Ксения Анифедова. Специально для программы «Время русского мира». В столице Республики Нигир в городе Ниамей при университете Абду-Мумуни открылся Центр русского языка и культуры Российского университета «Дружба народов». Этот шаг направлен на обогащение образовательной программы и создание новых возможностей для студентов и преподавателей. Центру дали название «Русское пространство». Он станет инновационной платформой для изучения русского языка, культуры и литературы. Площадка создана при поддержке правительства России и ставит перед собой амбициозные задачи. Разработку образовательных программ для детей и взрослых, проведение научно-методических мероприятий и просветительскую деятельность. У природы нет плохой погоды, высокая погода благодатствия. Читать сказку Кушкина, домашнее задание, читать такая и лучшая. В 30-м государстве жил, был главный царь педагогов. Открытие Центра ознаменовалось проведением занятий для учащихся местного вуза педагогами РУДН. Заведующая кафедрой русского языка Наталья Поморцева отметила, что новая структура поможет в укреплении связей между двумя странами в рамках большой программы гуманитарного сотрудничества России с африканскими государствами. Во Франции при поддержке фонда «Русский мир» состоялся показ фильмов-лауреатов международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Помимо просмотра кинолент для гостей Русского дома науки и культуры, в Париже организовали творческие встречи и живое общение с российскими актерами и вокалистами. Фестиваль открылся показом художественного фильма «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. В этой киноленте снимались и французские актеры, в том числе Даниил Иван, известный российскому и зарубежному зрителю. Сам фестиваль ежегодно проходит на малой родине народного артиста СССР Вячеслава Тихонова в городе Павловский посад Московской области. Президент и создатель кинофестиваля актриса и продюсер Анна Тихонова. Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Республику Венесуэлу для обсуждения перспектив развития двусторонних отношений в сфере образования, науки и технологий. В ходе рабочей встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая популяризацию русского языка и культуры в Венесуэле. Ректор университета Дмитрий Беспалов встретился с вице-президентом Венесуэлы Габриэлой Рамирес. Большое внимание было уделено совместным научным проектам, академической мобильности и предоставлению стипендий для обучения граждан Венесуэлы в Северо-Кавказском университете. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством по продуктивному сельскому хозяйству и земельным ресурсам Венесуэлы в области подготовки кадров, разработки технологий и научных исследований в аграрном секторе. Также стороны запланировали проведение образовательных программ в сфере биотехнологий и курсов по русскому языку для иностранных граждан. В российской столице прошла весенняя международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Самые интересные книжные новинки представили более 250 издательств со всей страны. Подробнее в репортаже моей коллеги Анастасии Голдабиной. Гостиный двор вновь объединил писателей и читателей, а также предприятия книжной торговли и культурных учреждений. Около 300 мероприятий, круглых столов и творческих встреч подарила недельная программа одного из самых ожидаемых событий в книжной индустрии. Среди них первая в России презентация новых книг Габриэля Гарсия Маркиса и Теодора Драйзера. Одна из самых ярких новинок художественной литературы на этой выставке, которая представлена здесь, это новый роман Габриэля Гарсия Маркиса «Увидимся в августе». Это совершенно новый текст, который ранее не был опубликован ни в России, ни в мире. И он вышел в Россию одновременно со всем миром в день рождения маэстро. Алексей Иванов познакомил посетителей ярмарки со своей новой книгой «Ричфлот». А британский литературовед-специалист по русской литературе Дональд Рейфилд представил третье издание жизни Антона Чехова. Важное место на ярмарке занял проект «Линии искусств». Его кураторы продемонстрировали связь книги с другими областями художественного творчества. Появляется много авторов из стран, которых мы не знали. Мы видим большое количество китайской литературы, видим большое количество восточной литературы, видим большое количество корейской литературы. И вместе с этим также появляется намного больше профильных издательств, которые специализируются на какой-то одной узкой нише и работают исключительно в ней. Эксперты рассказали о книжных трендах и статистике, отношениях с зарубежными издательствами и тенденциях книжного рынка. Среди популярных тем сегодня это книги о России, Азии и книги для подростков. Это колоссальное для меня по важности событие. 20 апреля вся страна, весь мир, можно сказать, будет писать тотальный диктант. Не просто тотальный диктант, а юбилейный, 20-й год, потому что всей этой замечательной образовательной затеей исполняется 20 лет. Текст посвящен дневникам, как жанру, как привычке людей вести дневник. То есть такой самый широкий обзор вот этого явления, такого явления, как дневник. Для юных читателей на ярмарке были организованы три площадки. Территория познания, книжки на подушках и мастер-классы. Завершив прогулку по литературным локациям, всежелающие могли принять участие в благотворительной акции по сбору книг для библиотек новых регионов. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.